фотку добрый день значит мы сегодня продолжим наши занятия каллиграфии девана горе виктор это получается у тебя толстый прибор да это тонкий это тонко покажи на соотношение было легче сопоставить толстый разве есть ровно 3 миллиметра тут же 2 и 4 миллиметра оранжевенький да он андрей изумительно сделал так что ты даже было видно ты вообще просто гениально ровно то что надо но отлично значит мы собрались если кто-то кто не был на прошлом занятии и не видел чем мы занимались вячеслав и марина и валентин и виктор грешности на его отсутствие ну что сразу дадим сложное задание чтобы не помочь посмотреть как они страдают так раз они не смотрели то занятие так значит я писать буду чернилами и вообще как бы чтобы проникнуться на попросить немножко чернилами фломастер если сразу фломастер то ты как бы не не страдаешь и ты как бы когда не страдаешь вот не ценишь вот это самое вот сперва изляпав руки потом любимую рубашку например начинаешь более трепетно относиться к написанию поэтому я за чернила чернила в стране у нас пока стоит дешево их можно пить можно ими писать в общем копеечные проблема в том что бумага просто принтерная она конечно к ним не приспособлена вот бумага уже не принтерская стоит конечно дороже вот оля тогда получается если был какой фирмы ты покупала значит бумагу потолще я не помню какой фирмы но она была плотностью 300 что ли с чем-то да ну то есть в общем плотность там 60 80 это не про каллиграфию то есть она будет у вас растекаться и будет некрасивые края и будет она выглядит в смысле она будет расплываться вот так она будет расплываться не приспособлена для таких чернил поэтому нужна бумага плотностью 120 200 но у оли я думаю 300 был даже с некоторым запасом то есть я думаю что даже 120 200 достаточно с бумагой надо экспериментировать в общем есть уйма комбинации когда бумага не подходит к чернилам и чернилах бумаги чем самая дешевых чернил достаточно но самая дешевая бумаги недостаточно впрочем фломастер стерпит все что угодно поэтому с фломастером проще но с фломастера ну как бы не положено начать обучение то есть мы конечно сейчас будем нарушать все каноны но есть фломастера не начинают значит так те кто не был ну давайте тогда сделаем так усложним задание чтобы сразу чтобы к те кто был им было сложнее а те кто не был чтобы они могли справиться с заданием задача написать вот две вертикальные и на дни горизонтальную палочку строго удерживая под 45 градусов руку что такое 45 градусов вы все равно не поймете пока не начнете писать но в общем ваша кисть должна замереть и не должна менять положение она постоянно стремится сползать и у вас получаться всякие округлости округлости быть не должно пробуйте прикладывайте проведите две вертикальные и одну горизонтальную на и так запомните целую строчку и что из этого получится посмотрим значит лист чтобы было удобно мы держим не прямо а мы его наклоняем то есть мы прямо его не держим иначе не сможете написать то есть надо подогнать под себя если среди вас левши все левши пришли воля к нам там сюда и уже не дошли покажите еще раз задание пожалуйста да сейчас я напишу крупнее смысле у себя тут нужно написать две вертикальные палочки а над ним одно горизонтально я уже написала вот так правильно до света да вот так именно так да и так еще некоторый количество раз то есть мы пройдем несколько характерных элементов которые повторяются разных знаках мы не пройдем на описание всех знаков до ванагаре всего лишь характерных элементов а вот до до сколько должно быть расстояние между палочками у тебя хорошее расстояние пропорционально все разные все кривые нет у тебя все хорошенькие только не я бы чуточку расстояние может быть раздвинул смысле между ними как бы в одну клеточку имеется виду что в одну отчетовскую не чуточку как бы стал столпятся хорошо но почему у тебя слева большой перевес палки а справа маленький что это такое да ну как у тебя получилось японская архитектура а мне бы хотелось я гуаши кисточку прекрасно видишь все это же гуашу там пишет вот я бы вертикально и сделал бы длиннее как у тебя в начале было первое они со временем для высота палки сократилась перешла критическую андрей я бы написал вертикальные ближе друг другу есть соблазн такой дорисовать вот что-то не очень красиво и дорисовываешь стоит ли избегать этого соблазна или это самый худший отчет я видел он иногда когда совсем у него не понравилось нет даже тогда он не дорисован просто перечеркиваю ничего мне дорисовываю у меня правильная ручку вот это краешек верхний он должен наверх смотреть ну разумеется под углом должен вниз смотреть потому что он так смотрит получается вот срез смотрит как бы вот в левую сейчас покажи свои каракули это пойму это скажу как ты его держишь но на самом деле как бы его не как-то его не держи главное под правильным углом все равно нет зависимость от того как ты держишь у тебя были правильные скосы неправильные отлично ой да вообще вообще образцов показательно да вот именно то то такое расстояние надо выдерживать как 2 . у кого жирность да хорошо марина тебя вертикальная лежачая палка должна перекрывать начало стоячих у кого ширина так промилла смотрю только чуть поближе ты мне просто в телефоне маленькая не могу понять насколько у тебя скосы в тем мне кажется что прямые скосы отсюда очень плохо видно ты маленько меня совсем ира но я тебе говорю баба во первых что у тебя за почему тебя правая палка иногда короче левой например на каком основании и делай их по длине и у тебя достаточно толкая кисть то толстая кисточка делай стоячие в два раза выше чем ты сейчас но не два раза но нет последняя строчка у тебя в принципе неплохая но у тебя например левая часть и правая одинаково разной длины смысле да свет вообще образцов показательный можем плакаты писать но я специально взяла большую чтобы всем видно было и так наталья значит клыки кровавые значит высоковато чересчур высоковато значит было сказано что мы высоту меряем высота это 6 6 скажем так мазков вашим прибором вот какого высота такого юрий хорошо хорошо но чуточку дальше я бы написал бы одну палочка другой наверное все таки через полотное галина мне не хватает во первых галина я хочу чтобы палубу перевешивала слева справа больше чем она перевешивает во вторых чтобы все таки концы были еще более 45 градусными мне этого не хватает быстро нужно вести кисть быстро писать или все таки медленно лучше я вижу медленно я видел что чуть тоже чем медленно уйдет на самом деле ну точнее он чуть быстрее но на самом деле он идет медленно а как сделать чтобы этот угол 45 образовался у меня прямые все получается ну значит ты держишь не под тем углом приборы как удержать по 45 но это хорошие да виктор да 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 так марию пока я не видел что она пишет марселя тоже марсель только не нам не напрыгивая с ними пробелы делай между ними через чару тебя палка отдаленной друг от друга вот третий ряд сверху предпоследние лучше чем остальные по расстоянию соблюдай такую пропорцию мария так поближе можно листок чтобы я видел крупно крупно еще ближе да замрите замрите в принципе неплохо но немножко видите вы когда значит чем пишите указусь я сегодня с самолета приехала не нашла лету всех своих распечатанных бумаг и кто-то сломал брал видимо питать сломал прям кончик вот этот необходимый из-за которого у меня получается округленные да получается закрыл закругленные просто да ну как бы непроизвольно да как бы там ничего не сделать хорошо получается да неплохо марина да стало лучше под ним под ним повыше иначе я вижу твои оголенные те самые палки а сейчас хорошо стало да да подожди только где у тебя скос какую сторону подожди еще раз покажи у тебя скос какую сторону что подожди свет посмотри у тебя ровно наоборот по моему смысле можешь замереть и не дергать лист показать вряд ли но у тебя по моему в другую сторону а у тебя точно не зеркальная камера вот правую руку сейчас подними подними сейчас правую нет не нормальная камера получается у тебя угол ровно наоборот смысле у тебя все углы ровно наоборот то есть смотри я вам когда прислала вот такими как у света вы мне сказали что это не 45 ты можешь сделать на примером нет я все это поняла в нем было я не пойму мне очень удобно сейчас вот это писать но я конечно сделаю как надо кто сказал что будет удобно я вроде такого не текста не было в объявлении стало лучше у тебя толщина палки должна быть одинаковая на всей длине то есть мыси она не должна меняться галина теперь чересчур длинная теперь чересчур высокие непропорционально вашего прибора да андрей неплохо значит что марина держит ручку короткой стороной не ту ручку нет ту ручку но ее надо развернуть чтобы длинная сторона была кверху и спрашивала бирж сказали не поняла нет как сказали так и пишу ну все я теперь правильно пишу то есть получается мы оставляем между этими вертикальными палками такое же расстояние как будто бы одна палка там между ними стояла бы стала правильная неправильно о да отличный свет тоже надо сейчас прям то есть можем приписать слева марина справа света очень легко запутаться на самом деле это слегка легко легко но в принципе эту ошибку не так часто делали да и же стало лучше стало лучше всего ряда только последние поле менее нормальные да хорошие валентин у вас палочка должна перекрываться верхней палубой у вас там расстояние в некоторых местах то есть надо прям по верху и чуточку высоковато получилось пропорция нарушена я не поверю что сам высокий просто поэтому да 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 у него стремление туда значит но 6 отмерьте себе сколько вот видите лежащая палочка высотой значит а насколько там у вас две клетки до полторы клетки потери до полторы клетки умножьте полторы на 6 получится сколько должно быть покажите мне где должны заканчиваться полторы где должны шесть раз полторы клетки заканчиваться 9 клеток да побольше и потом они они заканчиваются не у меня меньше получилось конечно покажите так чтобы чтобы тянулись вот как положено полторы на полторы на шесть раз да артюрич а вот у меня параллель пэн 3 8 без способ все равно пишет в общем то нормально тоже практически ты просто его держишь ты просто вынуждена его неудобно держать я не утверждаю что он не может написать но ты его заведомо неудобно себя держишь получилось хорошо я не верный импораду оленькостью а 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 Не расслышал? Может быть, следующий элемент? Когда взвоют. Пока еще не взвыли. Продолжаем, да? Хорошо. Продолжаем, Груз. Так и дальше ряды писать. Пишем, пишем. Спасибо. Ну, одно и то же скучно. Я уже 10 листов исписала. Как у вас быстро. Так не из-за корючки припиши. Придется. Спасибо. 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 У меня высоковатый. Но, собственно, вот такова пропорция. Спасибо. Спасибо. Шаблончику прикладывать. Ну, типа как шаблончик, да. И будешь. Когда у меня палочка от мороженого, вот такая заточенная, то вот у меня такая высота. А когда у меня фломастер, фломастер у меня еще не писал. В общем, в зависимости от ширины прибора разная высота. Да, хорошо, Галя. Да, Валентин. Это получается, это шестигратная, да, получается? Да, да, да. А верхняя должна по ширине какая быть? Ширина верхняя должна быть одинакова. Ну, то есть, у нас толщина линии всегда одинаковая. Нет, толщина, а ширину вот так? Нет установки такой. Просто должна свисать слева и справа. Все, понятно. Марсель, хорошо? Сразу видно, что ты пишешь текстовый делителем. Да, Андрей, хорошо. Юрий я пока и не видел. Юлю вообще вижу как черный квадрат. Да, Андрей, хорошо. Да, неплохо. Пока только не тесните, потому что тогда я теряю восприятие. Во-первых, значит, смотрите, что делает Юрий. Значит, если у него прибор трехмиллиметровый, значит, стоячие палки должны влезать в очютовскую клетку, которая высотой четыре клетки. А палуба должна идти пятой, над. То есть, не втискивать все элементы в одну очютовскую, а базовые идут в четыре высотой. А палуба идет пятым, над. И поэтому у нас не получается писать в каждой клетке. Мы должны пропускать через одну, чтобы они не толпились. Евгений, задание понятно? Ура! Понятно. Да, Виктор отлично сделал это самое. Да. Почему у тебя пляшут? Ну, тебя, да, пляшут просто. Нет, 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 это бракованные. Эти вот эти хорошие, а я тут написал один, два, три, четыре, пять. А эти беушные, я понял. Да, хорошо написал. Да, Мария. Жить будем. Да. Марс Юрьевич, слинить, пожалуйста. Да, Вячеслав, сейчас покажите чуть ближе тогда, приблизьте только. Да, неплохо, только хотелось бы, чтобы края чуть больше оставались. Например, вот у вас справа, правый край, такая же ошибка, как у меня. Вы бросаете раньше, чем в левый начинаете нормально, с запасиком заранее, а правый бросаете раньше, чем надо. Это верхний, да? Да. Понял, спасибо. Хорошо, будем считать, что вы овладели техникой прямой и лежачей палочкой, что, конечно, не так. Вы не овладели этой техникой, но вы соприкоснулись с ней. Тогда напишем ВА. Тогда напишем ВА. То есть ОВАЛ мы уже писали, вы уже знаете как. ОВАЛа мы не боимся. Свет, напишешь? ВА. ВА. У меня ножка маленькая, да? У тебя ножка хорошая, у тебя пузо чересчур брюхатая. Бюхатая. Ножка у тебя хорошая. Тогда, если относительно вот этой клетки большой, в которой четыре маленькой, допустим, высота вертикальной палки вот четыре клетки, то примерно сколько клеток должно занимать вот это кругляшок? Полторы. Полторы. Так. И даже два, наверное, чтобы было красиво я сейчас. Так что ли? Две, две, две клетки. То есть одна клетка должна быть под... Да, сейчас хорошо стало. У тебя, видишь, получается, расстояние от верхней части этого кругляшка до палубы. Большое? Шириной как раз, шириной твой прибор, как бы, ширину твоего прибора. То есть хорошо. Понимаете ли, о чем я сейчас сказал? Значит, смотрите. Вот у нас, например, вот трехмиллиметровая ваа. И вот здесь у нас должен, вот между палубой и вот этим овалом, должен шириной влезать как раз один ваш прибор, какой бы ширины он ни был. То есть одна черточка. Ширина одной черточки должна влезать. Марс Юрьевич, посмотрите. Виктор, хорошо. Хорошо, но ты чересчур растянул палубу в последнем, например. Пять клеток, нет. Пять клеток, вовремя. Нет. Пять-то хорошо, но я же не говорил, что она должна быть во всю ширину всей клетки палубы. Ну, как я что говорил? Делая палубу уже. Окей. Мне понравилось, как ты чередуешь черные и красные. Да, да, очень. Получился такой рисунок, такой интересный. Да, сейчас, когда попробую, пока спросим. Сейчас, Марин, подожди, я смотрю, как Андрей рисует. Сейчас, подожди. Андрей, сперва пузо, потом стержень. Сейчас, Оля, подожди. Оля, у тебя так красиво. Да, Андрей уловил. Да, Марина, хорошо получается. Да, но смотри, Оля, у тебя палуба начинается более тонко, заканчивается более толсто. Ты по-разному нажимаешь в начале и в конце. Андрей, я пора идти учиться на каллиграфию. Юрий, хорошо. Особо последние два мне нравятся. Продолжайте пробовать. Мартис Юрьевич, подскажите, пожалуйста, пузо рисуется снизу вверх или сверху вниз? Сверху вниз. Влево, вверх, вниз потом. Посмотрите, как Андрей делает. Да, Виктор, хорошо. Я должен сказать, хорошо. Особо последний. Виктор, наверное, с утра до вечера только каллиграфией занимается. Вечером он занимается грамматикой, но он, правда, ей как бы увлечен. И у него получается. Мне нравится, как Андрей не спешит, когда пишет чернило. Он не пытается обмануть судьбу. Да, неплохо, только не опускаемо. Мария, последний прям кругляшок куда-то спустился прям ниже. Прожиточное минимум. Классный свет. Упитанно, ярко. Все, как мы любим. Сегодня у меня четыре цвета. Галин, я бы шире делал бы все-таки. Вот у Виктора чересчур широкая палуба, а у тебя чересчур узкая. В случае Ва, надо, чтобы хотя бы нас за пасиком перекрывало и левую, и правую часть. А Евгения, я до сих пор так и не видел, что она пишет. Пишет ли вообще. Так, как Евгения и я. Здрасте, у меня отчаянно не получается. Я вообще не тренировалась. Даже если не получается, надо показать. Ну, это просто жесть, что тут показывать. Пока выключи размытие. У тебя включено размытие, я их, конечно, ничего не знаю. Сейчас я одна разберусь, как это сделать. Евгения, если бы вы видели, что у меня вначале получалось. Мария Завюриевна, снижая ссора. Да, это было страшно. Андрей, вы кто по образованию? Да, звук включился. Андрей, вы кто по образованию? Вы не можете просто так красить. А сейчас слышно? Слышно. Культуролог. Алло. Да, 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 я слышу, я просто соотношу это с тем, что я вижу. Нет, конечно, вы не культуролог в смысле, но у вас получается. Почему не культуролог? Он же смотрел на прекрасное много раз. У него пропорции вложились в сознание. Но он же не искусствовед. Культурология тоже занимается искусствоведением. А как отключить размытие на экране? Настройку. Там стрелочка, где видео, и там есть настройка. Когда мы учились рекламе, нас учили рисовать рекламные плакаты. Тогда, видимо, осталось еще послевкусие Советского Союза. И говорили о том, что самое главное слово должно быть ярко и прям бросаться в глаза. А остальное оно на периферии. Сейчас эти знания, они помогают. Мария, у вас кружочек маленький. Поднимай повыше. Выше возьми, Марин. Про Марию, говорит Виктор. Нет, я смотрю на тебя. Говорит Мария, я смотрю на тебя. Да, хорошо у тебя. Вот внизу красный, особенно хорошо. Сиреневая. Маркером. Красный. Ну да, к Маркерам легче. Да, Виктор. Мария, вот посмотрите кружочек побоих. Евгений, неплохо, но видишь, например, у тебя вертикальная палка начинается выше, чем лежачая. У тебя, получается, не капелька примыкает к стержню, а у тебя скоба впивается в забор. По мне здесь еще не соответствует. Я не могу сейчас основное поймать, я не могу поймать угол. И интересно, что оказывается, это тоже руки должны как-то быть развиты. У меня устают руки. Ну, то есть давно я этим не занималась, ничем не рисовала. Ну, конечно, устают. Ну, смотри, ну тебе надо... По скайпу сложно рассказать, как надо держать руку. Проще посмотреть, например, на Андрея. Вот на нем наглядно видно, как надо. Себе прочертите линию в 45 градусов и на нее сравняйтесь. Евгения, видишь? Вот. Прочертируйте, должно все быть под 45. Что бы ты ни делала. Длинная сторона должна смотреть вверх. И вы всегда ее ставите, вот длинную сторону вверх. И от нее ориентируетесь. Да, Марина, неплохо, но ты сама видишь, что ты сейчас, когда толстенькими пишешь, то там врезаются у тебя одни элементы, другие. То есть надо увеличивать знак, чтобы сохранить попорции. Да, Виктор, да, именно так. А можно вернуться к моему замечанию, пожалуйста? Да. Маленький кружочек, мне его в ширину увеличить или в длину увеличить? И так, и так. Он же кружочек, если он в ширину увеличивается, он пропорционально увеличивается везде. Он именно круглый. И если вы правильным углом держите, у вас там будут тонкие такие линии. Да. Вот, смотри. Марина неделю назад не понимала, что бывают тонкие, бывают толстые линии. Но теперь она уже прониклась и вот уже проповедует толщину линий. Проповедует. Мария, видите? Да, спасибо. У меня начинают болеть ухожилия, если держать ручку под углом 45 градусов. Мне кажется, у меня руки просто, ну, что-то такое не делали до этого. А ты когда последняя с ручкой писала, я стесняюсь спросить. Ну, видимо, не под 45. Спасибо. Я вам скажу по секрету. Если дать санскритологу, пусть у него будет 10-летний, 20-летний, 30-летний, 40-летний стаж, он не сможет написать каллиграфически правильно. То, что вы делаете, это особый навык. Да, классный свет вообще. Марсель, взгляните, пожалуйста. Почему-то у вас они вниз смотрят, уныло. Они должны торчать вверх. Хорошо, Марсель. Значит, Наталья, я бы начинал так, чтобы, точнее, заканчивал так, чтобы получилось, как будто бы капелька впивается, а не скоба. Потому что если эту капельку сдвинуть как бы ближе к стержню, получается тогда вместо капельки скоба. И там есть тенденция на скобу. А ее не должно быть. Понятно. Мне кажется, скоба. О, мне кажется, вот это идеально получилось. Идеально? Нет, ты нижняя слишком впаялся в... Там ровно расстояние в один... Сверху, да. Под кружком и над кружком. У тебя через черт большой кружок надо чуточку убавить. Да, он пузатый получился. Покажите очьютовская. Непропорциональный получился у тебя. Мартус Юрьевич, у вас есть очьютовская пропись? Есть, есть. И у него тоже, у Виктора, что-то есть из нее. Есть. Ну вот, посмотри, там вот это вот кружочек... Вот я показываю теперь, как не надо делать. Как было, например, тенденция, на что я увидел у Натальи. А я тогда не понимаю, как рисовать кружок. 45 градусов. А то, чтобы научиться рисовать прямую палочкой кружок, в среднем уходит два года. В принципе, это нормально. Не понимаете, это не стыдно. Он у меня может быть неправильный, но принцип такой, что в каких-то местах, если держать правильно под углом, то вот должны быть... Это только часть как бы правды, потому что здесь получается задача усложненная. Надо, чтобы она впаялась на нужном расстоянии в стержень еще. Потому что если она чуть раньше это сделает, то как бы она станет скобой, вместо того, чтобы быть капелькой. А вот когда я прерисовала палубу и палку, то она получается слишком задрана, этот кружочек. Ага. Ну, сейчас стало лучше все равно. Не слипается все. Фишка в том, что один элемент рисуется поверх другого. То есть первый элемент – это кружочек, потом поверх него рисуется вертикальная линия, а потом только рисуется палуба поверх вот этой вертикальной линии. И получается, что буква, она собирается вот по слоям. Ну, как бы она становится как бы целостной. Хотя на самом деле она... Да, хорошо, Андрей. Вот смотрите, пожалуйста. Вообще стоит дальше рисовать. Мария, да, обязательно как бы... Просто смотрите, вот у вас палуба начинается, да? У вас у последнего элемента правый скос правильный, а начало слишком плавное, да? Посмотрите, вот. А вообще мило, неплохо. Да, Виктор? Вот у Виктора прям красиво сейчас. Ну, так у тебя тоже, извини меня, лучше, чем я ожидал. Сейчас, когда Андрей закончит строчку, перейдем на К. Ну, да, Свет, да. Конструктор. У меня уже тут все в гуаши вокруг. Виктория похожа? Да, похожа, Наталья. Класс. Марси, а вот хочется нарисовать вот эту палубу неровную, с какими-нибудь волнениями вообще. Где-то допустимо такое. А где волнения? Ну, чуть-чуть в конце наверх, например, поднять. Нет, так недопустимо. Точнее, возможны выходы за пределы прямой линии, но не там месте. Ну, у меня вот так получилось. Хорошо. Хорошо. Переходим к К. К – это Ва, только с хвостиком. С хвостиком справа. К – это Ва, с хвостиком справа. Высоту она должна быть вот этой четырехклеточной клетки быть или больше? Ну, пропорции К и Ва по высоте не меняются. Вы же видели, я вообще никакие пропорции не соблюдаю. У меня какие-то больше, какие-то меньше. Так не бывает, чтобы… Нет, давайте так, не К, а Ба. Сейчас, значит, Ба. То есть, что такое Ба? Ба – это перечеркнутое по диагноле Ва. Поэтому… То есть, сначала мы рисуем Ба. Сначала мы рисуем Ва, а потом делаем из нее Ба. Вот. Это как. Сейчас. Ну, да. Да, получается. Пополам делим кружок, да? Да? Под 45 градусов. Ну, пробуем. Пополамя. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внутри должен быть кружочек, то есть внутри кружочек, а снаружи как овал. Внутри кружочек, нет, ты понимаешь, как тебе сказать, внутри там таковое яйцо получается, не кружочек. Продолжение следует... Продолжение следует... Я забыла вторую элементу К. Он выше или он ниже? Он так же. Он не выше и не ниже так же. Нет, он ниже, ниже. А почему ты об этом говорил? Ниже, в смысле, ты имеешь в виду хвост? Хвостик, да. А, ну, то есть кружочек такой же, но хвост чуть-чуть ниже заходит. Ага, вот это, да, хвост ниже, да, там должен быть? А он должен быть толстенький или тоненький? Да, он не должен быть ни толстеньким, ни тоненьким, он должен быть 45-градусным. Ну, потому что вот если держать под 45 градусов толстый маркер, то он получается... Сейчас покажу, как... Но ты его не все время держишь, ты же его то поднимаешь, то опускаешь. Ну, вот когда я его, смотрите, вот здесь я его опускаю, вот здесь я его поднимаю, когда опускаю, все равно он толстый в итоге. Ну, конечно, толстый, но толстым должен быть. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Вот у нас следующий после балка. Да, Наталья, хорошо? Получается, что кружок переходит плавно во второй кружок после... Ну, он как бы переходит, но на самом деле состоит из двух разных розчерков пера, то есть не единым рвением. Отдельно. Понял, спасибо. Свет, ты решила совместить два цвета в одном? Да, что-то меня на творчество потянуло. Надо сделать радугу. Ну, конечно, самое красивое, когда чернила сливаются. Вот этими гуашами так ярко не получается? Ну, гуашу так не сделаешь, конечно. Конечно, когда чернила перетекают один на другое. Ну, можно, если водички добавить побольше, они будут больше, лучше перетекать. Я бы сейчас попробую. А вот надо вот эту вертикальную марсюрить сделать все-таки подлиннее. Ну, понятно, вот здесь вообще короткие. Ее сейчас, как бы, типа заострять... Нет, заострять так не надо. Ее надо оставлять толстой. Конец должен быть толстым. Ну, под углом или нет? Под углом. Ты, как будто, начинаешь его заострять. Делать этого не надо. Хвостик мы пририсовываем в самом последнем. Сперва слева капелька, потом стержень, потом хвостик, потом палуба. Угу, благодарю. Хвостик идет одновременно с элементом, с первым. Он как знак бесконечности. Нет, нет, нет. Ты разрываешь. Бывает знак бесконечности, но не в этом знаке. Классный свет. То есть, подождите, то есть, мы сперва кружок как В, потом палубу, потом хвостик? Прекинь. Да ладно. Я сейчас все делала не так. Моя задача показать, как много вы можете сделать не так. То есть, максимально делали не так. Потому что, если вы сразу будете делать так, значит, нам не останется чем заниматься. Поэтому моя задача показать, как много способов сделать не так. Подскажите, пожалуйста, хвостик на сколько должен быть длиннее, чем кружочек? Длина как бы по высоте. Вы просто должны хвостик чуть приспустить, в смысле, там на… Вот чуть, это на сколько? Попробуйте. Вы пока еще не приспустили. На пол пера. Пол пера. Даже на целое перо, наверное. На целое не получится, потому что… На целое. От нижней… Вот у Ачью-то я смотрю на целое. На 80% пера. Не на пол. Больше, чем пол. Я так понимаю, что там есть вариативность. И если там чуть-чуть больше, чуть-чуть нет. Но есть как бы некий разбег, скажем, люфт. Да, то есть, это же не математика. Должно бывать как на первой хвостик, или как на второй. На второй. То есть, не вот сюда такой тоненький, да? Да. Ты вертикальную чересчур низко начинаешь. Вертикальную надо начать на пятой над. Марина. Слушайте, у меня вообще с этим плохо. Я, видите, вообще не соблюдаю, где какие клетки и такое. Вижу. Ну, ты не одинока. Могу тебя утешить. Вот у меня Ка размножается. Ка мама и Ка дети. За прелесть. Уже можно на бесплатный проезд претендовать. Видите, три. Света классная. Я люблю, когда цвета сама перелывают. Да, видите, прикольно. Гуаша, она своеобразно, конечно, стекается, но все равно. Простите, а можно попросить всех отключать звук ненадолго, когда Марс Юрьевич показывает пример? Потому что начинается звук, кто-то начинает говорить. Если что, вы меня можете закрепить. Вы можете в зуме нажать на меня справа и закрепить. Да, потому что все время отключать звук, это будет не очень удобно. Неудобно будет. Там можно отслеживание для всех. Да, Наталья, хорошо. Значит, то левое пузо чересчур большое, то правая ножка какая-то, значит, ну, в общем. Правая простота впивается, она при этом должна сама быть крупнее, правая ножка, и не должна впиваться. Юрий, вот нет, не нравится мне ваш хвост. Ваш хвост следует нездравым тенденциям Марины Первой. Вот, то есть, как бы возвращается в исходную точку. А возвращаться он не должен, его надо бросить. Посмотрите, Юрий, как Андрей пишет. Вот он его бросает. Да, Галина, хорошо. Хорошо. Марсисевич. Ирина, хорошо. Только хвост у тебя должен оказаться ниже левой части вот этой самой. Ниже пузо. А тебя все наоборот. Вячеслав, чересчур высоко вы задрали крылья, и у вас и левый, и правый, у вас у кого-то получилось стрекоза. Значит, вместо того, чтобы особо в последнем ряду. И как бы хвост должен свисать. Он свисает ниже левой части. Он не поднимается вверх. Ну, как бы вы его задрали под этого оба вверх. Красиво, Оль. Да. Красиво. Да, Марси, хорошо. Хорошо, Марси. Да, Марин, не бесполезно проходит занятие для вас, но палуба с чересчур куца, и надо в два раза шире ее. Свет, покажи еще раз. Классно. Почему ты R так влево задрала? Ты ее не рассчитала. R надо было правее. Она должна начинаться на первом элементе B? Она должна... Сейчас, покажи еще раз. Она должна оказаться посереди стержня, но точно не в левой его части. Она растет из стержня, правильно? Да. Как бы из середины. От той правой части, но точно не левой. Марина, ну, что тебе сказать? Подними повыше. Ты безнадежно, да? Ну, хвост последним получился неплохой. Да, Андрей, неплохо. Юрий, неплохо. Немножко пессимистично, но неплохо. Хорошая цена. Не, ну что это такое за свисание? Там какие-то вялые, какое-то колбасное свисание. Значит, вместо того, чтобы быть упругим, значит... Я говорила, что там на то, чтобы вверх смотрели элементы В и К. Там нечто обвислое, обвисшее и непонятно, что. Наталья, неплохо. Только не впивайтесь прям так в ножку. Да, ну и уже лучше. Только вы хвостик бросайте, как бы. Хвостик надо... Хвостик надо... То есть вы не удерживайте угол под конец. Вы его бросайте зачем-то. Да, Мария, неплохо. Неплохо. 네, спасибо. куришь у слова есть где sky вакави точно крови айвалья вак вак точно сиром и на сиром и у меня недопонимание марте это стало лучше в целом неплохо 70 процентов попадания оля ты чё не пишешь она пишет пишет я жду пока у меня высохнет калан я что-то в этот раз вся вон и завозил канаю я его вытираю он все равно меня возил кит наталья покажите что у вас получилось еремеева пока что это фломастер мужик 2 2 хвостик он большеват виктор у вас талант упорство скорее мнение у него талант вижу виктора вы когда интересовали может чисто писанием там занимались но что школа ходил ты ключи звук я тут так убедительно говоришь конечно я рисую у меня собачки квадратные люди грубые руку я вот так рисую просто в прошлой жизни ты был переписчиком санскритских текстов нет 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 для переписчика него не хватает значит писарем смысле не знаю учеником писаре значит но не не нет значит давайте она свару висаргу добавим значит вот у нас над стержнем это она свару а как говорят индийские грамматики в общем они сравнивают это с грудью в общем две пимпочки это значит у нас висарга сделайте к кому иках камках 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 вот как виктор да только много раз камках 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 бах 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 нет наша выставка так не взлетит если мы заранее оповещая можем набрать всех тех что у нас уже и так умеет рисовать как мы так взлетим пойдет если вы там халяву будете раздавать какой-нибудь пряники форме букв на диван агаре потому что я не понимаю ну хлеба и зрелищ еда еда вкусная и что нибудь да ира неплохо только четче хотелось бы чтобы вот это была квадратность и в анус варе и висарге чтобы была квадратность чтобы не было смазанности покажите все поднимите свой листочек что что у каждого получилось на сейчас не важно чтобы может быть вы недовольны тем прям поднимите листочки я делаю снимать и странно даже сам покажу что у тут все подняли все вроде подняли да отлично все можно спасибо а вы сделали скриншот а я говорю я сделал уже чем не нравится черниловым писать что это вырабатывает такое трепетное отношение что ты ты даже один знак не можешь написать целиком ты должен три раза макнуть чернила чтобы один знак написать тебя хочется гнать не можешь еще если чернила не очень плотно это видно все несовершенства но особенно не черным цветом вот любой не черный сразу видно все чем не черный не нравится что черный как бы закрывают несовершенства да поэтому лучше рисовать цветными когда можно эффективнее учиться вот у меня кстати с самого начала чернила и вот этот макание постоянно в чернила бесило жутко я прям из себя выходила бросала нетерпеливая в этом плане а ты никогда не рисовал акварелью что ли а я очень много рисовал акварелью поэтому это до автоматизма уже до уходит марина а у вас по моему я не могу сейчас прикольно уже не злишься сразу да вот эти точки не туда они как бы сползают у тебя как бы немножко сторону как бы вы идете сверху вниз она была права наверх виктор взял ну да чтобы они квадраты под патрон правильно правильно вот смотрите арина надо брать в обм.м. они ромбик видите бубик да 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 ну ромбик да получается ромбик получается только если писать вверх просто интересно что виктор только к ней обращается ну так это самое он видеспособного ученика да для него тут помимо Ольги самый знакомый человек мы с ним к Ольге ходили я сверху вниз пишу тоже так это Наталья сказала сейчас да Наталья у тебя голос как будто бы не знаю что ты там съела мороженое мороженое ты будешь я тебе что-то поставлю да да висерга с верамой прям аппетитные получается когда квадратные по моему мне теперь отдельно надо научиться эти буби рисовать это у меня не получается прям нормально подожди Оля Оля у тебя почему-то немножко закругленные получается закругленные закругленные края получается за счет чего почему нет остроты и за счет потому что это третье или четвертое макание в чернила и их там много наверное поэтому а избыток чернил а ну вот это что за гуляние верамы по вертикали почему у тебя в красном например нижняя капля уехала вправо то же самое в желтом да кстати что за ветра дует это да Мария неплохо неплохо то есть если вы решите через неделю начать изучать Деванагрии я готова взять ученики так похоже хоть на правду на них Юрий Марин но сейчас у тебя наползает получается как бы Ерайва наползает на как как бы наползание происходит Юрия Висарга на палочке вертикально должна быть наползает здесь в том смысле что слишком нет расстояния между а значит за счет чего у тебя хвост распоясался вот в чем дело у тебя не точки приблизились а хвост распоясался ох уж этот хвост сейчас Юрий вот посмотрите мат вертикальный у вас правее там гуляет кажется скоро будет курс каллиграфия от Виктора не не конкурент не может быть конкуренция в этой области может быть только держаться из последних сил чтобы совсем не было все грустно не можем найти даже 30 человек которым интересным каллиграфии да хорошо тебе стало а значит но теперь смотри видишь марина у тебя к эти крылья врезаются в палубу то есть ты учла все кроме этого ужас этот маркер какой-то неэкономный смотрите сколько он мне пачкает под ним это вот испачкану бумага просто слишком тонкая она не рассчитана на такую на такую сочность маркера да как вам кстати эти маркеры марсируешь я смотрю пока на них мне жалко мне надо найти курс хорошую бумагу я просто на простой бумаге даже мне жалко их надо какую-то нормальную купить их же можно заправлять да мне пока просто жалко я смотрю на них как на произведение искусства да сейчас их уже не куплю поэтому я хочу просто как бы придумать что я могу с ними интересно сделать Андрей самый вообще увидительный и старательный Андрей который мне почему-то я перестал видеть Андрея А принципиально кстати точки рисовать снизу вверх или сверху вниз? Чуть снизу вверх рисовала Снизу вверх принципиально да Андрей а вы сверху волосы рисуете А я Андрея вообще перестал видеть А нет сейчас вижу углом да сейчас покажите Андрей как рисуете Так нормально? Юля на пудрышка которая слева это должно быть якобы ваа нет этого пудрышка это него мало добавляйте воздуха давай типа вот значит надувать их да неплохо мария или я видел ваши пупырышки не годится да хорошо андрей теперь по православному классно да и даже премьер снова вывести выдержала да хорошо моим хвостик правда обрываешь не там где надо ну ладно ты его делаешь как будто немножко влево поднимаешь как бы лево вверх а не надо его надо бросить прямо как идешь под 45 ты под конец меняешь у меня во внутрь закручивать но как бы да то есть и как бы его закручиваешь его не надо заключить интересно сколько стоит гуашь я хочу собрать стоимость разных комплектов 11 копеек свет написано что из чехии но санкт-петербург представительства это уже значит не стало лучше но теперь ты как только не бросаешь ты распоясываешь хвост и он уходит правее чем надо марин перри разогнули перри разогнули да да неплохо и только смотри у тебя левая часть получается почти касается уже ножки последним у тебя левая часть почти уже ушла в пол интересно было бы батик попробовать то есть писать на шелке что было бы коч красиво но на ткани еще я не видел чтобы нет как я видел твоя сестра не пробовала она в процессе я ее постоянно подгоняю она от меня отмахивается но я про сейчас некогда она очень занятой человек она же крутая она говорит мне сейчас не доходе поговорим об этом сентябре но я думаю что я постепенно хоть что-то из нее вытрясу хотелось бы конечно разные не просто вот чернилами по бумаге хочется задействовать все мыслями материалы может быть она какой-нибудь раз пишет шелковое полотно с алфавитом вот в своем китайском стиле для выставки ну может не с алфавитом а с какой-то акшерой просто понимаешь в чем проблема батика вот если ты сделал ошибку то ее не исправить и представь как написать 50 букв да и не сделать ни одной ошибки на грани невозможного да то есть это очень сложная задача там любая вот капелька она порт все поэтому там надо хотя бы вот одну цветочек вот если цвет я думаю что нибудь типа вас как вписывание вот что-нибудь типа такого что вот большие буквы и там вот куча варцами узги очень как бы такого разноразмерного разноразмерного такого всякого одновременного вписывания букв внутри букв просто проблема в том что буквы сразу видны ошибки потому что они имеют четкую грань грань да а если цветок то рисуешь даже если там что-нибудь там ляпнул не туда дорисовать можно подумать что это так намеренно да да то есть любое художество это получается как песочная мандала значит восемь дней собираешь и тут невозможно промахнуться нету не подрисуешь вот не подрисуешь же так букве какой-нибудь элементы скажет а так и было в этом сложность букв да хорошо и стало очень хорошо валерия привезет кусок сарая выпилить бензопилой я уже знаешь эту шива может из фанеры сделать смысле сделать его не трехмерного а плоского значит воском вырезать да нет 3d печать будет самое дешевое это будет стоить там тысяч 20 рублей а из фанеры вы замучаетесь вырезать размера как март из фанеры не замучились от тысяч всего но 20-25 просто фань эту самой 3d надо будет тогда красить под металл чтобы на как-то выгодно она уже будет она уже будет это пластик выглядит как пластика тоже некрасиво красить баллончик купил под любой металлы и нам а как из фанеры как вы думаете выпиливать выпиливать лобзиком ну вы точно не сделайте марсер вам некогда это есть программы которые можно создавать ну ну да это как раз то что мы соляные пробуем смысле чпу фрезеровка маленькую без проблем у меня есть друг в австрию кто умеет это все делать он написал программу даешь ему любую вообще и фигуры и вот такого примерно размера все выкачивает на дереве она когда речь идет о двух метрах потому что он принимать андрей а у вас у него нет мороженого у него от для для смешивания кофе это чайная ложка деревянная чайная ложка до таких на тырила в кафе но потом поняла что их будет неудобно держать нормально 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 ну как бы до палочки видели как пишет аня японская значит палочками для риса у нее там разные в японии самые разные палочки то есть просто коллекция прям там из 20 разновидностей вот она их наточила а вы канцелярском ножом включили да да он прекрасно получится канцелярском за него отвечает конечно потому что я что что чел а я вот свои тащила и ножом кухонам где-то здесь все таки этот бамбук есть целый магазин бамбу лэн называется и там все из бамбука все что хочешь бамбук стоит 70 рубля набор прям пакет бамбуковых палок в этом году в индии никто не собирается на тесно бамбуковых прибор на нелегкие там много чего надо поэтому ты местечко то ставь своем багаже 20 килограммов долго сложно бывает полгода идет покупать багажное место бывает год идет индийская почта это на обратном пути могу взять потому что юрий хорошо напись идет до марсисе хорошо виктор покажите пожалуйста где вы вписывали маленький к внутри внутри да напишите прям большую к смысле вот вы сейчас писали прям малюсенький напишите прям большой максимально там какой вы сможете выдержать на все таки инструменты разного размера позволяют сделать что-то нетривиально интересно на разные цветные краски чтобы хотелось разглядывать а не посмотрел и забыл андрей у меня общий знак крупнее поэтому я мог вписать маленькие а у вас общий знак достаточно небольшой поэтому уже не остается место для вписывания у меня с пропорциями далеко друг от друга неплохо неплохо у тебя есть определенная способность марина да даже когда идет не так получается прикольно уже выучила что когда ты себя хвалят что тебя поругают а когда ты себя у тебя похвалят поняла да марин как с марсом юрич это просто любой бабский трюк да андрей неплохо на игру общий знак видишь у тебя уже ну как да не помещается а так то да ну хочу сказать что вот пришло 23 человека на урок никто не ушел даже несмотря на то что у нас нет толпы но как бы люди людям нравится значит будем считать что наше последнее занятие каллиграфии нет почему я думаю что на самом деле летнее время оно не самое удачное для таких сборищ вот когда всем холодно и все дома сидят вот это тогда надо вам начинать это понятно сейчас последние летние дача школьников там собирают одевают поэтому просто время неудачно картошку выкапывают да 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 это зимой бы было бы гораздо больше людей поэтому можете повторить зимой да классно свет но у меня класснее получилось в смысле у меня больше места я больше места оставил для вас еще контраст виктор показывай свои я я я созрел виктор снимет снимет видео того как он затачивает у виктора параллел пен действительно заточен лучше чем у а чью-то если я рисовал детский мультик значит я бы взял вас команду и мы арестовали вы сами затачивали у него прям гладко идет так гладко гладко прям вообще потому что чутовская немножко царапает мелкая наждачка не очень хорошо подходит подходит пилочка для ногтей бриллиантовым покрытием она прям идеально делает как твоя ведет не видел где только как викторовская ведет марин если тебе понравится вообще вот это писание на вот это все ты можешь пойти на евгения которые будут вот как раз вот это вот этой частью заниматься смысле янтры показывать как пишут будет некое пересечение посмотрим я вообще уже поняли крайне неусидчивый человек вот для таких ну видишь ты же вроде как не дергаешь сейчас я всех давно вас не видела поэтому на вас смотрю нет я у меня просто если более-менее получается то мне это интересно как только я вижу что у меня все в крифе в кости у меня это бесит а виктор прикольно но хотелось бы еще крупнее ну это уже раз два три четыре пять наруж 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 пропорцию толщины у них очень пропорция в подсказку но ты не не рапею некрасиво мария чересчур крупные теперь получались у нас крылья непропорционально да прикольно марсель хорошо крупно впиши теперь маленькие внутри хотя бы одного покажи свет не разглядел на прикольно ты начинаешь понимать как работают индийские уличные мастера вывысок но если объем еще добавляет вообще классный смотришь так вот ты как ты как бы пошла по той линии да в индии единственный кто занимается каллиграфии это мастера вывысок бы каллиграфии как таковой в индии конечно нет да прикольно кстати в австрии тоже там же каллиграфии разве это только чтобы дома подписывать ну или писать что-то на зданиях у домов название да у каждого дома есть имя имя собственное в индии тоже получается у домов есть название частных наверное храм расписывают не те же вывески просто списывает храм расписывает кто ну это в храмах я думаю что это же одна особая категория нет там особо не пишут в храмах я не делал чтобы что-либо писали все надписи на металле в смысле ну как бы не рукой написаны Виктор не воодушевляет в смысле к хорошая большая но вписанные как-то а у вас покажите как нету полета а у меня разновысотные значит и смещенные так у меня так же нету тебя на одной высоте к слева к справа но чудовище отличается не создается впечатление динамики как бы у нас есть впечатление тесноты и у души да юрий хорошо чтобы была динамика и полет нужно расслабиться и подумать о чем-нибудь приятно о том что мы закончим через несколько минут и вы будете свободны нет это как раз не очень приятно а почему через минуту на же два часа здравствуйте здравствуйте а зачем если мы и так все сделали если мы распускаем нет давайте мандру ганеша сделаем о боже я предлагаю сделать только биджи мантру гамма это будет легко и никто не устанет я за напиши классно классно то просто га писать нет сейчас я напишу прям классно мою посмотреть а вероника неплохо спасибо только шире бы я сделал палубу а так неплохо а поняла спасибо здесь конечно кисть хочется кисти хочется для большой ну для большой красивый да там в очутовском стиле чтобы она такая еще смазанная была чтобы не одинаково ровно чернел чернелами да 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 вот вот зубная щетка была бы клёво здесь кстати да ник никого мы надо было сказать что да надо было сказать что кто-то зубы сильно не чистил вот и принес свою щетку не понятно дома зубной щетки зубной щетки чернил нет чернила там какие-то особенные чернила должны быть да нет обычные любые просто те чтобы было он выпил классно свет прям красиво получилось вообще огонь загляденье давайте я напишу по элементы по элементам чтобы давай давай прям вообще классно получилось ой какая прелесть то это зачем зубной зубной щеткой у тебя она рядом что лежит всегда я за ней сбегала ну теперь у меня новый прибор есть а ты можешь подожди но ты хвост явно не имитировал под 45 подожди ты можешь как ты мелом делала повторить классно виктор вот света выдала запчасти ну у меня маркером вот это так не получится у меня наоборот как не получится 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 ну еще можно он нарисовать вот витрин нет куда то чтобы он то богам и все быстро не запомнилось еще раз можно посмотреть по частям или все вместе вот так вот давайте вот так все у меня французском стиле у света как у немцев у меня французском стиле значит худенько голодно у вас просто слишком тонкий маркер для такого масштаба большого у меня не получается зубная щетка под 45 градусов какая то неправильная щетка наверное ну подожди ну она да Оль тебе что тебе ее надо держать тогда как прямой параллел пен в смысле как прямой ну вот так ну да ну вот у нее у нее слишком получается большая поверхность она во первых она сама по себе или она неудобна тем что у нее угол как бы да она как даймонд форма даймонд ага ну то есть грубо говоря нужна была бы и прямая зубная щетка или чуть ли не сиськи в другую сторону да Виктор наклон больше выдерживай 45 градусов вот этой закорючки первой а у Марины вообще нету наклона она прямо написала там должен быть наклон я не понимаю куда мы идем наискосок Марин сперва идем наискосок по 45 ироники хорошо но даже наклончик не хватает а все вижу да 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 спасибо Наталья неплохо прикольно хорошо Мария только не так низко хвост передний так низко не опускайте вы уж прям в полу вогнали да хорошо Галина тут опять без наклона только анусвару пишем над палубой а не в центре знака тут опять нет наклона вот стало лучше но теперь ты теснишь их теснишь левую часть и правую надо больше промежуток между левой и правой между стержнями характерной части хорошо сейчас не так вот этот символ можно написать над входом в дом чтобы Ганеша охранял всякие негативные энергии изнутри или снаружи внутри все знаки все символы кроме ранголи пишутся внутри и еще снаружи только нага символ нагов змей а все остальное там свастики Вероника неплохо спасибо только хвостик Г можно как бы утолщить хвостик смысле самого свисающего хобота а поняла да Марина неплохо жаль что ты не попала на ощута и могла бы пойти дальше продолжать углублять когда мы начнем вторую часть можно курс в записи продать представляете если я туда пошла и мне бы на втором занятии это по какой-то причине нет у тебя все хорошо получается не понравится как ты пишешь нет смотрите а вот у чью-то кружочек здесь ну просто когда ты оставляешь больше петель получается кружочек когда ты плотнее пишешь получается не кружочек когда он пишет мелко он не пишет кружочек что не влезает да не нравится зеленого и розового вообще неплохо Ир смотрите вот так же гораздо лучше чем без зеленого если тебе обводка нравится мне я тоже всегда люблю да 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 я тоже люблю всегда да как-то по наряднее смотрится согласен еще красиво когда обводка светлее чем сам элемент например покажи сейчас сделаю мне вот так нравится про то что ты говоришь если это на темном фоне рисовать ольга огонь ольга подожди покажи сейчас упитанная какая классно это губка губка это губка покажи свою губку сейчас пончиком в общем а а прикольно и после того что руки у нее грязные значит да в смысле в чернилах собственно почему бы им не быть чего бы губка прикольно ну по крайней мере ей 45 градусов получается я рассказывал что я хочу значит закупить черепах да рассказывали я не слышу ну да значит черепах для того чтобы значит забрать их панцирь и на них царапать значит это вы серьезно мне восстанавливать прям живых прикиньте прям написать на живых написать 50 черепах выпустить значит ладно черепахи я в свое время расписывала муравьев муравьев да ладно Вячеслав что говорите я говорю пока поймаешь черепаху разберешься как и это писать ты рассмотришь да что значит муравьев расписывала что ты не рассказываешь муравьев маленький я знаю так я на них рисовала узоры аж трехцветные Мария у вас вот в нижнем ряду ну мертвых большое расстояние между палубой и вот этой заколючкой они далеко до того да ну вообще вообще хорошо Мария уловили да да нет неплохо Мария растояние все неплохо как бы высоту задрали стало лучше простите не поняла побольше соединители наоборот растения нет соединять не надо больше я бы ни то ни другое не делал я бы оставил просто ну как не везде в целом неплохо просто с учетом того что вы пишете без сетки то вам сложно уловить пропорцию так как вы пишете еще маркером и полускошенным то это еще сложнее вот чему-то расстояние между свет мне конечно нравится когда вот светлая обводка но мне пожалуй больше еще все же нравится когда темная обводка у него расстояние между всеми элементами практически равно ширине самого пера конечно конечно вот это учитывайте ну то есть грубо говоря мы не можем впиваться в край мы должны оставить вот ширину пера до края дюйд и и и и и и Оль, замерь потом ширину зубной щетки, ширину губки. Свет, а ты замерь ширину кисточки, что получается. Давайте запишем разные размеры, какие получаются. Потому что Чуд, на самом деле, не задокументировал половину подручных средств. Он выложил разные красивые, малодоступные приборы, а широко доступные в народном хозяйстве он не задокументировал. Этот пробел необходимо восполнить. Нужна еще кисточка из косметички. Да, вот та, которую ты показывал, типа да-да-да. Но она же закругленными концами. И что? Не получится ровных, ровных. А ножницы? Вот, Макс Юрьевич, я ножницы резала. Макс Юрьевич грозился ее подстричь. Вот этими ножницами я резала вот эту кисть. И я хочу сказать, что все равно ровно не получается, прямо очень ровно. И это видно, когда пишешь по бумаге. В Леонардо продаются сразу скошенные кисти. Вот если сразу скошенные, то хорошо, а если их резать, то фигня получится. Само не получается, да? Ну как бы нужен какой-нибудь тесак и положить, и вот так ровно ударить. Нет, все равно будет неровно, потому что в Леонардо они набираются как бы сразу такие как... В формочку? Да, в формочку. Там просто получается, что самый-самый кончик волосков, он обрубленный, он царапан. Обрубленный. А-а-а. Когда они набираются, там сохраняется, естественно, форма волоска, которая более тонкая. Ага. И за счет этого получается ровненько. А там, получается, в общем, все раскоряку, да, расходятся? Да. Меня занятие письмом успокаивает. Не надо. Особенно нежелание перескочить. После грамматики особенно. Грамматика злит, а каллиграфию успокаивает. Ага. Весь вопрос там, она злит тебя... Ты злишься на себя или на грамматику? На себя, конечно. Сейчас украшивала края, но не очень видно. Наталья, ну вот куцоват хвостик, его надо как бы загнуть петелькой. И близковато хобот к стержню. Чересчур близковато. Интересно, да, что Г похожа на слона. Но есть такой, да. Да, Марсель, неплохо. Только, да, кончик ты можешь, как бы, ну, чтобы он касался, чтобы кончик этой петли касался все же. Его вроде как не подвешивают так. Так симпатично, но не положено. Как букву L правильно рисовать? У меня что-то не точнее, по-моему. Ну, неплохо. Ты просто ее пишешь. L пишется из середины направо и из середины налево. Ты же так и делаешь? Нет, я, конечно, пишу. Ну, вот тогда, значит, пусть это будет неразрешимая для тебя задача пока. Так, ну, просто в разные стороны и из серединки, да? Да, Свет, на желтой бумаге прикольно. Нашла кучу цветной бумаги. Я вот подумал, когда мы мелом писали, что Аза предложила цветами индийского флага, а я понял, что я даже не знаю, где найти мел цветов индийского флага, чтобы это воспроизвести. Цветные мелки у нас не похожи на индийский флаг. Так. Оранжевый сложно будет найти. Виктор написал. Вот у меня тоже так. Нет? Тоже так? Ну, вроде да. О, это хорошо. Да, 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 это хорошо. Так, да? Вообще отлично. Да, было бы хорошо, если Марина могла бы пойти дальше потом, отчутся. Ну, на все воля Бога. Если надо будет, пойду. Виктор догнал и перегнал. У Андрея там прям вообще визеля такие. Аккуратист. Вот я подрезала кисточку сама, видите, как нет ровности. А это прикольно как раз. В этом тоже есть своя красота, когда нет ровности. Я думал, хуже будет. Ну, это уже для второй части отчутовского курса, где уже художественные приемы всякие. Да, типа того. Неплохо, Мария. Только ты прям как Марсиай хочешь, в смысле, оставить в подвешенном виде этот хвостик. А его надо как бы загнуть до конца, заткнуть. Покажите все одноременно, что у вас сейчас есть. Я кого-то давно не видел. Марсель? А я сделаю второй снимок. Есть, все, контакт. О, классно, Оля. Ты своего толстого ганешу тоже, да. Толстый вообще просто. Твой зуб на пасты? Нет, мой... Это губкомоечный. Губкомоечный. А, это был губка, да? Да. Это был не зуб на пасты, это был губкомоечный. Да, Валентин, неплохо. Значит... О, точно. Значит, ну да, можно писать знаки Деванагри водой. Но чтобы их было видно, надо писать на грязной какой-то поверхности. Значит... Вот. Надо будет какой-нибудь грузовик подогнать к тому моменту, к тому месту. И отмыть в теми местами, где вот Деванагри именно. Кто из вас из Москвы, да? То есть мы второго числа вечером будем встречаться после пяти. Значит, вот... Там мы попробуем, может быть, даже очно что-то пописать еще. В общем, второго числа. Мелым? Инструментами, что ли, приходить? Не знаю, чем-нибудь... Чем-нибудь попробуем, может быть, если хватит пороха. Второго сентября. Я из Москвы. Что мне нужно купить? Что будет пользоваться? Напишите просто... Как бы напишите мне, я вам пришлю список. Я считаю, что вы молодцы на сегодня. Вы заслужили отдыха, мороженого. А есть те, кто хотел бы дальше продолжать заниматься каллиграфией? Хоть кто-нибудь. Напишите в чат, если есть желающие. Да, вы в телеграмный чат напишите. Здесь сотрется. В телеграмный чат каллиграфия Деванагри. Посмотрим. Потому что, посмотрев на вас, я понимаю, что наш огонь гаснет. Чем его раздуть, я не знаю. Искра тухнет. Да ладно. Не тухнет. Зимой все разгорится. Артис Юрьевич, я вообще не художественный человек. А если вы еще на обложку объявления какой-нибудь там чай с бадьяном и с палками-корицами влепите, у людей сразу включится рефлекс зимний. Уютненько сидим, рисуем. Ну да, такие вещи в октябре-ноябре будут очень хорошо заходить. Да, конечно. А как чат каллиграфии называется в телеграмме? Каллиграфия Деванагри. Ни за что не догадаетесь. Не, просто я его не вижу, поэтому спрашиваю. Каллиграфии Деванагри, сейчас я дам ссылку на него. Мартин Юрьевич, так загнуть кончик, да? Не оставалось? Да, типа того. А можно еще раз показать, вот только что было? Как загнуть кончик? Было просто, так вот здесь вот. Я поняла. Я не знаю, состоит ли там. В общем, все вот в этом чате напишите, если есть намерение. Мы попробуем. То есть просто в октябре начнется янтропись. И одновременно с янтрописью я не хочу. То есть когда закончится Евгения с янтрописью, тогда, собственно, можно запускать сбор. Вот, потому что фон не белый, поэтому так лучше, конечно. О, прикольно, Свет. Вообще классно. Я на стену это повешу. Не, вообще классно, Свет. Не, ну правда, оно по центру получилось более-менее. Я забыла центровку выбрать, но нормально. Можно еще что-нибудь. Не, вообще классно. Присовать. Когда цветные, скажите, как-то интереснее. Эволюция писанины. Начало занятия, конец занятия. Света, покажите еще раз, пожалуйста. Красивый прям. У Светы прям получилось, то ли, значит, реклама лего, значит, то ли что-то уже ритуалистическое. Не, ну это гамешин, что не видите, что ли? Вот гамешин стоит, вот нога, вот хобот. Человек, как бы, не. Классно, классно. Это не даже не, конечно, а просто слон, на котором сидит человек. С фоткой хорошим разрешением и выложи тогда у себя тоже просто прям классно. Ну, ну что-то вам понравилось. Не зря. Да, Свет. Сейчас он высохнет. Прямо под стекло и в рамочку. Ну, до этого еще далеко, но если бы тонкие линии нарисовать более прямо, то... Надо еще научиться, значит, золотом расписывать, в смысле... Надо гуаши с собой взять. Обводить. Да, да, золотом, точно. Золотом хорошо будет. У меня есть дома золото. За гуаши башки нет. Это хром. Смотри, Свет, что придумал Виктор. Га, ну да, похоже на сороканужку больше, чем... Кстати, кстати. А ты напиши, Виктор, га-на, но северным способом. Напиши, напиши... Вот такой чисел, смотрите, прям сглаза. Напиши еще, га-на, только северным способом. Га-на. У тебя получится как раз... С n-церебральной, да? Да, с n-церебральной. Получится как бы 2 слона, один вверх... Вот я хочу увидеть, как получится просто у Виктора. Прикольно получилось, даже без церебральной. Га-на, она длинная или короткая? Ну, которая как тоже похожа на ноге, только у нее хвостик в другую сторону завернут. Так. Вы про такую? Северную. Парс Федорович, посмотрите. Сейчас. Да, ты только... Ты не дорисовала ее. Северная же вот такая. Нет. Которая соединяется? Ну, в смысле, такой знак, но он не дорисован у тебя. Южный слон с пузиком симпатичнее выглядит. Он как у Э-Эс, да, или у Кхаб. Такая? Да, 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 да. Только он не доходит до конца. Да, да, да. О, я тоже хочу попробовать. Посмотри, Виктор. Виктор? Да, да, да. Южный слон симпатичнее. Южный слон симпатичнее. О, ну, Оля, красиво. У меня северный. Вот у Марины получилось удачнее даже он. А мне у Оли нравится больше. Ты ко мне пристрастна. Тебе просто мои коламы нравятся. Нет, мне и слоник твой нравится. И коламы я твои заберу, и слон твой коробок. Да, прикольно, Виктор. Получается, да. О, красиво. Ну, вот на сегодня хватит. Да, тогда, значит, я не знаю, сколько Евгений захочет проводить занятия с янтрописью. Он начнет в октябре. Когда он в октябре, значит, закончит, то в ноябре или в декабре, если еще останутся желающие, это, наверное, порисуем. Впрочем, как бы ни наслоилось как раз на отчета. Как бы ни наслоилось на отчета. Вы думаете, что все-таки отчет будет, да? Я не знаю. Я не знаю, в зависимости от того, сколько будет желающих. Если будет пятеро, то, конечно, не будет. Я думала, что отчета не будет, поэтому предложила вам сделать курс. Но если отчета будет, то смысл какой-то. Не понятно. Непонятно, ничего не понятно. Я считаю, что надо начинать собирать. А если к концу ноября или декабря соберутся, будет понятно. Сушите пал, тростники. Затачивайте палки от мороженого. Готовьте арсенал. Закупайте бумагу, пока она стоит не тридорога. Разных сортов пробуйте. Готовьтесь к тому, что в октябре будет янтропись, а в ноябре или в декабре будет каллиграфия. В том или ином виде. Мне понравилось, как вы пишете. А я бы хотел посмотреть на вас плотнее. Некоторые из вас прям обладают способностями. Например, Вероника. Да. Спасибо. Вот эта, кстати, бумага для акрила продается. Ага. Она плотнее? Она очень плотная и она очень скользкая. Вот такая. Ну, скользкая как раз удобно, да. Вот то, что Оля приносила, тоже было удобно. Да, классный цвет. Я спину ее тогда? Не хватает немножко красного. В смысле, надо еще раз... Ну, он получился очень бледный, но у него как-то этого получился, видите, такая структура. Просвечивает, да. И 1 сентября будет еще урок, как произносить алфавит. Да, мы будем заниматься 1 сентября. 1 сентября будет последняя. 1 сентября. Да. В нашей трехчастной серии болтологии это будет последняя часть. А потом тогда, ну вот, в октябре будет Янтропись, в конце ноября, и в начале декабря начнем ту или иную каллиграфию. Если у нас соберется нужное количество, а если нет, то ничего и не будет. Будете себе, наверное, писать, к холодильнику магнитиком крепить, и на этом все закончится. Если можно, отфотографируйте, пожалуйста, свои работы и сбросьте в чат. Да, пишите в общий телеграммный чат, мне было бы интересно посмотреть, потому что не все видно. камеры в основном достаточно размазанные. Прикольно, Виктор. Сверху хвост, слон девочка, а снизу слон мальчик. Так, а хвост, а хвост у слона да-да где? Если ты уже переходишь на натуралистический, значит... Вираму, Вираму нарисуй, будет хвост. Значит, да, выложите в каллиграфии Деванагри, что у вас получилось, интересно было бы. То есть, моя задача раскачать вас, чтобы через год к 17 сентябрю вы были готовы. Ну, хотя бы один из вас. А что будет через год 17 сентября? 17 сентября мы открываем в библиотеке имени Ленина выставку, посвященную Деванагри. Через год или в этот год? Через год. А, ну и хорошо. Это кажется, что много времени на самом деле нет. Потому что там же будет лето, а летом никто ничего делать не хочет. Да. Прикольно, Свет, да. В общем, пофоткайте, да. Значит, мне бы хотелось обратной связи как раз в виде ваших фотографий. Не выходите из чата. Оставайтесь. Сложности, которые возникают, потому что я считаю, что в книге отчета не хватает как раз описания каких-то простых моментов. тут недостаточно рисунков. Рисунков. в смысле, я рисую вам, не знаю, как иначе показать. То есть, вот здесь много разных красот. Знаете, красоты не воспроизводимы, большинство из них. А вот с базовыми вещами недостаточно много внимания и мобильного, в том числе тем ошибкам, которые возникают. как индусы хотели сделать красиво. Ну да, то есть, тут много красот, но не так много полезного, как мне бы хотелось. Поэтому нужна обратная связь. Что получается, что не получается, что бы хотелось. Да, выложите в каллиграфии. Ну что, на сегодня тогда все. Возможно, мы встретимся к концу ноября. У нас для Янтрописи группа уже, думаю, сформирована. А куда писать группу для Янтрописи, чтобы попасть? Сейчас я выложу ссылку. Я как раз жду очень. А в Янтрописи что будет? Ну, это пусть расписывает Евгений, что будет. А вы с ним согласовали? Он согласен? Он согласен. У него есть задумка. А уже подробности я и собата и не знаю. В группе каллиграфия я выложу ссылку на Янтропись. Вот сейчас последняя ссылка она на Янтропись. Если в каллиграфии нажмете, попадете Янтропись. Ну, вот трое из вас по неосторожности уже столько что вступили. Попались в наши сети. Один неосторожный крик. Не возразитесь санскритом, а это не лечится. Да. хуже не придумать. Скажи, Оля. Да, скажу. Скажи, Петров. Да, это точно. черный с красным как сочетается. Я в группу отправил, да? К сожалению, фотоаппарат не может передать всех оттенков. тогда прощаемся и, возможно, встретимся. Значит, если кто-то из вас созрел для санскрита, мы начинаем субботу новую группу. Если для санскрита не созрели, мы начинаем каллиграфию в декабре и антропист в октябре. Собственно, все. До встречи 2 числа очно с теми, с кем мы в Москве встретимся, кто захочет с нами встретиться. И первого на бесплатном уроке еще. И первого сентября вечером поговорим о том, куда нужно прикладывать санскрит. Это онлайн будет 1 сентября, да? Да, 1 онлайн, а второго очно. Спасибо и до свидания. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.